Куркума – это растение семейства имбирных, корневища стебли которого содержит желтый краситель куркумин. Другое название куркумы – турмирик. Специю любит за богатый горьковатый вкус, цвет, который она придает блюдам и целебные свойства. За последнее отвечает активное соединение куркуминоиды. Их объем составляет 3% от общего веса корня или стеблей. Польза куркумы подтверждена многими исследованиями. Растение обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, улучшает работу мозга, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и развития рака. Куркума может использоваться в профилактике болезней Альцгеймера, помогает при артрите и борьбе с депрессией, а также замедляет процессы старения в организме. Куркуму используют для облегчения боли и воспалений, например, при остеоартрите. Стоит иметь в виду, что куркумин плохо всасывается в кровь и вылучшается с жирной пищей. Куркума содержит эфирные масла и много полезных веществ, витамин С, К и витамины группы В, железо, фосфор, йод и кальций. Снятие воспалений Ученые считают, что хронические воспаления – главная причина многих распространенных заболеваний. Сюда входят болезни сердца, метаболический синдром, болезни Альцгеймера и различные дегенеративные состояния. Куркумин обладает сильным противовоспалительным действием. Антиоксидантные свойства Окисление организма считается одним из механизмов, ускоряющих старение и провоцирующих болезни. В нем участвуют свободные радикалы, которые вступают в реакцию с органическими веществами – белками, жирными кислотами и ДНК. Антиоксиданты, такие как куркума, защищают организм от свободных радикалов. Помимо этого, они повышают активность собственных антиоксидантных ферментов. Улучшение работы мозга Раньше считалось, что нейроны со временем теряют способность делиться и размножаться. Однако теперь известно, что они способны образовывать новые связи и увеличиваться в количестве. Одна из основных причин этого процесса – нейротрофический фактор головного мозга, тип гормона роста. Многие известные заболевания, включая депрессию и болезни Альцгеймера, связаны со снижением уровня этого гормона. Куркумин можно добавлять в виду для профилактики данных состояний. Он повышает уровень гормона мозга, который увеличивает рост новых нейронов и борется с различными дегенеративными процессами. Снижение риска сердечных заболеваний Болезнь сердца возникает по многим причинам – от генетической предрасположенности до образа жизни. Но ученые уверены, что куркумин может предотвратить проблемы со здоровьем. Он улучшает функцию эндотелия, высилывающей стенки кровеносных сосудов. Разрушение эндотелиальных клеток провоцирует развитие сердечных заболеваний, сбои с давлением и ухудшение свертываемости крови. Снижение риска развития рака Куркума может предотвращать раковые заболевания. Ученые доказали, что специя влияет на рост, развитие и распространение опухолей на молекулярном уровне. Она уменьшает антагонез, метастазирование и появление новых кровеносных сосудов в опухолях. Влияние высоких тоз на лечение рака пока не изучено, однако врачи утверждают, что антиоксиданты куркумы могут использоваться как превентивная терапия для предотвращения возникновения раковых заболеваний. Противопоказания в применении куркумы Как любой натуральный продукт, куркума может вызвать аллергию. Если организм реагирует на известные специи, то следует с особой осторожностью употреблять эту приправу. Перед постоянным применением нужно сделать тест на руке. Нанесите щепотку куркумы с водой или молоком и посмотрите на реакцию кожи в течение двух суток. Беременным не стоит часто есть куркуму из-за ее разжижающего кровь-эффекта. К тому же есть предположение, что употребление в пищу острых специй в последнем триместре может спровоцировать схватки. Куркуму нужно исключить из рациона людям, принимающим препараты для разжижения крови. И антидиабетические лекарства специи снижает уровень сахара в крови. Добавление небольшого количества куркумы в пищу в качестве приправы не вызывает проблем со здоровьем.